Дай, дай, дай. Алексей не приехал? Нет. В том же телевидение вот. Вот и подошла к концу неделя доброты и щедрости, которую уже третий год подряд организует Координационный совет общественных объединений. На протяжении недели в 17 торговых центрах и магазинах муниципалитета можно было оставить в щедрой корзине продукты и другие товары первой необходимости, а также деньги для особо нуждающихся жителей муниципалитета. Пункт сбора был в каждом поселении. В этот раз отличие заключается в том, что в более широкой географии мы подключили больше поселений, за это отдельная благодарность администрации, которая подключила, соответственно, эти торговые сети. И людям не пришлось куда-то ехать, они на местах могли более в шаговой доступности принять участие в данном мероприятии. В этом году собрали более тонны продуктов и более 40 тысяч рублей для особо нуждающихся жителей, инвалидов, многодетных, социально-реабилитационного центра Тихвинской иконы Божьей Матери. Мы рады, что неравнодушные жители Ленинского района помогли нам и дали нам продуктов и благотворительную помощь, которая нам во многом поможет дальше развиваться и жить. Спасибо всем. Мы получали поддержку по очень и очень многим каналам. Нам очень и очень многие помогали. Но вот в данной связи и сейчас мне бы хотелось отметить личный вклад и личную поддержку Валерия Николаевича Венцеля. Это очень приятно. Ежедневно в течение всей этой недели шли видеоролики, в газете выходили статьи о этой благотворительной акции. И народ все это видел, присоединялся к акции, и результат у нас налицо. Поэтому большое спасибо, наши друзья. Мне хочется поблагодарить всех волонтеров, которые приняли участие в этой акции, за их труды, за их помощь, дежурили в магазинах, привлекали людей. Огромное им спасибо за это. В акции участвовало более ста волонтеров. Кстати, среди них были и сами благополучатели. Я хочу сказать спасибо всем, всем жителям городского округа. И хочу сказать отдельное спасибо этой организации, которые, организациям, которые принимали больше всего участия в этом. Это общество инвалидов, это настолько активные люди, и общество многодетных. У нас было два магазина, и, соответственно, на каждый день в течение недели было по одному или двум человекам. Но помогали нуждающимся не только простые жители, но и члены торгово-промышленной палаты, предприниматели и бизнесмены. Мы решили подарить для благотворительного центра «Тихвинский» набор постельного белья. Это несколько комплектов, порядка 15 комплектов, подушек, одеял постельного белья. Надеюсь, что этот подарок будет полезен в жизни центра. Многие обращались и звонили, уточняли, как можно и чем можно помочь. В социальных сетях были вопросы, и по телефону звонили. Мы ориентировали людей на то, что дарите все, что необходимо в быту, и любой подарок будет полезен и нужен людям, которые нуждаются в этом подарке. В этом году мы выбрали конкретного благополучателя, а именно общества инвалидов. Мы с ними сотрудничаем, мы лечили детей в наркозе и просто так лечим зубки. Мы приготовили средства личной гигиены – это зубные щетки, пасты, а также памперсы, салфетки и постельное белье. Многие предприниматели помогают нуждающимся на постоянной основе. Не обошло без подарков и в щедрую неделю. Это для вас. Спасибо. Я хочу поблагодарить людей, которые помогали мне в этом. А этот росточка мне поможет ходить и жить. Спасибо всем, кто принимал участие. У нас инвалиды малообеспеченные люди, и они очень нуждаются в любой помощи. Поэтому искренне очень большое спасибо общественной палате торговой, которая помогает нам безвозмездно. С каждым годом к акции присоединяется все больше участников, а значит, мир становится добрее. Витное, щедрое, помогаем!